приветствую вас дорогие друзья с вами как всегда олдгеймер давненько мы с вами ни во что не играли ребята и не вспоминали те денечки давно ушедшего детства когда игру нас были на первом месте а мы не были обременены всевозможными проблемами сегодня мы с вами попробуем пройти одну из самых наверное недооцененных игр из плеяды замечательных игр по диснеевским мультфильмам которая к сожалению незаслуженно забыто про нее вообще мало говорят в интернете она наверное не так часто попадалось игрокам в 90-е годы как классические и давно полюбившиеся игры такие как лев король аладдин книга джунглей игра была сделана по замечательному диснеевскому мультфильму пиноккио и пиноккио вышел практически на закате эры 16-битных консолей пиноккио вышел в 1996 году на платформах мега драйв супер нинтендо и геймбой игра основана на одноименном мультфильме компании дисней пиноккио 1940 года который в свою очередь основан на итальянской сказке 1883 года приключения пиноккио написанной карла калади с история пиноккио я познакомился в 90-е годы когда впервые посмотрел замечательный мультфильм компании дисней пиноккио который мне очень понравился наверное даже больше чем советская экранизация мультипликационная спустя несколько месяцев после того как я посмотрел мультфильм пиноккио неожиданно в мои руки попадает игра по этому мультфильму я был просто несказанно рад игрушка мне очень понравилось а больше всего понравилось то что игра полностью была пропитана духом диснеевского мультфильма во-первых это очень красивая анимация которая была практически не отличима от мультфильма а в детстве вот эти моменты вызывали неподдельный восторг во-первых анимация была очень плавная приятная огромное буйство красок на экране словно ты смотришь диснеевский мультфильм и можешь управлять персонажем ну в принципе все то же самое о чем я говорил было присуще всем диснеевским игрушкам все эти игрушки в детстве меня погружали вот в тот мир диснеевских мультфильмов где мог управлять тем или иным любимым персонажем и вот пиноккио не стал исключением и еще мне очень нравилось что игра следовала полностью по сюжету мультфильма и уровни были разнообразные это не были уровни которые были похожи друг на друга игрушка полностью следовало сюжету мультфильма это очень-очень мне нравилось в детстве к сожалению у меня не сохранился тот картридж с игрой пиноккио который был у меня в 90-е годы я его благополучно подарил со всеми картриджами что у меня были для мега драйва к сожалению жалко что в общем они у меня не остались в коллекции но я нашел точно такой же картридж который был у меня в 90-х у него была точно такая же наклейка но к сожалению я нашел только галыш хотелось бы найти полнокомплектные пиратский вариант который был у меня в 90-х вот с тем большим кейсом которые были у пиратских картриджей в 90-х давайте в общем засядем за приставку и сыграем с вами в эту замечательную игрушку поехали надеюсь мне сегодня удастся пройти эту игрушку потому что когда я впервые знакомился с пиноккио в 90-е годы поначалу мне показался довольно сложным а самую большую сложность вызвали третий и особенно первый уровне на первом я вообще не знал куда идти он был словно каким-то лабиринтом я очень долго заблуждал из арки в арку в поисках потерянных страниц букваря пиноккио а без этих страниц попросту нельзя было пройти уровень и непонятно вообще было где их искать я долго долго мучился потом плюнул зашел в options нашел где меняется уровень сложности игры выставил на изи и на изи первый уровень проходится наверное где-то за минуту потому что там ничего искать не надо вы заходите в одну арку вас находит фея и вы переходите на второй уровень но сегодня мы будем играть на нормал и немножко наверное помучимся на первом уровне надеюсь память меня не подведет и по возможности я постараюсь пройти первый уровень сильно на нем не застревая ну я так надеюсь нас встречает здесь довольно приятная анимация зарисовки в книге они полностью соответствуют стилю анимации диснеевского мультфильма пиноккио и вообще вся игра очень приятно выполнена в плане анимации цветовой палитры в общем весь букет графика анимация выглядит здесь очень приятно в принципе не хуже чем у знаменитых сеговских игр по диснеевским мультфильмам так ну что ж собрались и пробуем пройти первый уровень насколько я помню нужно идти влево запрыгнуть на крышу и там мы сможем взять жизнь если мне не изменяет память да точно вот волшебная палочка которая увеличивает уровень жизни пиноккио нужно остерегаться дыма из труб он в общем отнимает наши жизни насколько я помню потом нужно идти по крышам до упора кстати вот тоже бешеные чайки мешают нам что ж идем нужно остерегаться дымка как я говорил ранее в общем идем до самого упора насколько я помню но могу и ошибаться так по моему здесь была первая страничка сейчас проверим да здесь первая страница букваря я даже не помню честно говоря сколько их нужно найти идем дальше так о книжечка я не помню что книжечки дают так здесь в общем какой-то забияка который хочет нам навалять так шапка пиноккио не успел засранец так куда дальше надо прятаться от гусей то по моему и здесь нас ждет страничка так пока заговорился свалился с вывески так взяли еще жизни и вот она первая страница так 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 пиноккио давай 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 все взяли еще одну страницу и насколько помню пока меня память не подводит пока очень ребята неплохо идем так жизнь взяли человек по моему нас не достала так остерегаемся дыма ну пока все идет хорошо но думаю где нет мы с вами обязательно забуксуем так еще раз вниз заберем книжку ой так парню почти на голову скинули подоконник по моему сейчас наверх но ребята играю по памяти ну пока в общем вроде все хорошо так вот кстати смотрите сейчас из-за угла выглянул лис он в точь-в-точь похож на того который был мультфильм и сейчас по-моему здесь еще а вот еще один персонаж кошак он тоже под ножку падла подставил прямо как мультфильме вот засранец лис так возьмем жизни да хватит меня швыряться вот сейчас мы немножко поблуждаем так по моему наверх так две чайки две чайки так вот видите здесь очень много подворотен и этот уровень настолько запутанный я очень долго сидел на первом уровне но потом конечно же уже проходил его и на нормале и в общем поймал вот это все весь ритм и уже потом проходил можно сказать этот уровень закрытыми глазами но на самом деле уровень довольно непростой и если не знаешь куда идти на него можно потратить очень много времени так хватит кошак кидаться в меня уже своими банками пустыми сейчас я немножко в общем пройду вперед и расскажу как я познакомился с пиноккио а знакомство у меня было не то что какое-то экстраординарное но в общем весьма забавное так там были жизни давайте возьмем жизни не запрыгивай пиноккио давай немножко немножко сейчас попробуем забрать жизнь так надо его как-то на искать вот взяли так идем дальше так но я честно говоря вот сам не знаю точно куда идти чисто по памяти вот наверное какая-то мышечная память так взяли красную страницу и по-моему ребята мы прошли уровень в общем удалось пройти уровень так в общем мы нашли фею крестную и прошли первый уровень нет память меня моя не подвела в общем идем правильно кстати на харде никогда в пиноккио не играл похитили у нас в общем букварь хитрые лисы и как видите игра постепенно следует сюжету мультфильма и мне вот особенно в то время очень нравились такие моменты в играх а диснеевские игры они все следовали сюжету и очень очень точно вот сейчас будет следующий уровень где мы будем лупить мотыльков и он довольно немало времени уделяет в игре этому моменту разработчик а в самом мультфильме это было буквально 20 секундная наверно сценка когда он приходит на фонарь и садится смотреть выступление с пиноккио а тут же мы довольно долго играем так нужно в общем замочить здесь насколько помню всех мотыльков так там у нас наверху если что еще две жизни если вдруг нам не повезет так этот уровень мне очень нравился вот в плане уютности он настолько классно нарисован вот эти цвета оттенки я тащился от этого уровня и подолгу в общем бегал от мотыльков чтобы подольше побыть на этом уровне очень нравилась стилистика оттенки этого уровня я вот сейчас играю на кинескопном тв и здесь настолько мягкие приятные цвета прямо возвращаешься в детство так от этих ребят нужно подальше держаться и как можно шустрее лупить мотыльков осталось всего две штучки так что жизни у нас еще полно со сверчков можно лупить я раньше не знал когда первый раз проходил и они мне в общем все давали люлей так ну еще 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 две штучки так давай ну давай уже не хочет подлетать ближе уже второй вылетел так остерегаемся надо пойти что ли жизни забрать ну ну кто из вас первый пойдет готов так забираем жизни ну и последний последний мотылек давай уже ну давай уже ну вот этот наверное уровень самый легкий со всей игрушки он проходится очень легко но вот это ребята вообще жуткий уровень блин мне уже становится плохо что ж сейчас я буду очень сосредоточен и не буду говорить попытаюсь пройти его с первой попытки ух собрались так здесь очень нужно быть сосредоточенным так первую стадию прошли еще три насколько я помню пока все очень легко а и и и и и и и и Так, вторую стадию тоже прошли. Так, третья. Ну, жизни у нас еще полно. Так, насколько помню, еще, в общем, остались пляшущие казаки. Так. Так, сюда, сюда и вот так, гопак. Так, сюда, сюда. Так, сюда. Мне удалось пройти этот уровень с первого раза. В общем, не растерял я еще сноровку. Блин, что-то аж заволновался вот от прохождения этого уровня. Он настолько напряженный, и нужно постоянно запоминать вот эти движения. И что самое интересное, игрушка постоянно меняется, эволюционирует. То есть, один уровень такой расслабляющий, который перед этим был. Следующий довольно напряжный. Но ты не скучаешь, когда проходишь игру. И мне очень нравятся поэтому диснеевские игры. Они все вот такие своеобразные. И в них очень приятно играть. У них большая реиграбельность. И за это, наверное, их все и любят. Фух. Так. Третий уровень. Опять же, обратите внимание на детали. Здесь, ну, просто полностью скопирована стилистика мультфильма. Так. Насколько я помню, в третьем уровне у нас уже появляется возможность атаковать врагов. Давайте кого-нибудь попробуем пнуть. Так. Двоих ребят пнули. Расплакались. Так. Еще один засранец. Нас кидает кирпич сверху. Я никак не могу рассказать о знакомстве с этой игрой. Потому что периодически попадаются такие уровни, которые, блин, ну, не дают мне рассказать историю знакомства, как эта игрушка у меня оказалась. Насколько я помню, по-моему, синие шарики не взрываются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А красные, по-моему, взрываются. Так. Упали мы с вами. Идем еще раз. Да хватит швыряться уже. Так. Давай синий. Засранец. Ну, зеленый, по-моему, сдувается, но не взрывается. Но, может быть, мы догоним синий. Да. И таким образом, в общем, успеем добраться до конца уровня. Так. Надеюсь, там этого кидальщика с кирпичами. Ага. Есть. Ты, блин. Ну, почти, ребята, почти. Ну, попробуем еще раз. Вот не нравится мне этот парнишка. Кидальщик. Вот тебе. Ну, на этом уровне немножко застряли. Хотя уровень попроще, в принципе. Здесь ничего сложного нет. Ну, вот как-то здесь мы с вами застряли. Ну, надеюсь, пройдем дальше. Ну, в общем, сейчас полегче уровень будет. И я попробую рассказать историю о том, как я заполучил эту игрушку. А то, в общем, игра как-то мне не дает это сделать. Так. Кидальщик кирпичей этот хренов. Надеюсь, мы этот уровень пройдем. Так. Ой, ой. А синий тоже лопнул? Оказывается, и синий лопается. Уже и забыл. Ну, что ж. Уже четвертая попытка, по-моему. Ну, давай уже. Ладно, на зеленом летим. Сейчас догоним синий. Надо долго не задерживаться на шарах. Возможно, тогда, в общем, мы с вами уровень и пройдем. Так. Уровень прошли. А нет, вообще-то только часть. Я и забыл, что здесь вагонетки были. Так, 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 так. По-моему, там нужно уклоняться. Ой, ну вот. Видите? Первый раз умерли. Ну, у нас шесть жизней. Весьма неплохо. Так. В общем, нужно не забыть перепрыгнуть в другую вагонетку. Так. Сейчас будет другая вагонетка. Прыгаем. Здесь нужно, в общем, позвонить. В колокол. Так, 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 так. Надо следить, когда будет другая вагонетка. Ну, книжки мы с вами брать не будем. Так. О, фу, успел. Так, еще один колокол. Я не помню, зачем в них звонить, честно говоря. Но, если есть, надо позвонить. Блин, проспал. Ну, ребята, постараемся пройти еще пять жизней. Так, главное не проспать и перепрыгнуть в вагонетку. Звоним в колокол опять. Так, 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 так. Смотрим. Смотрим. Внимательно, внимательно. Ничего сложного здесь в прохождении, в принципе, нету. Так. Там, в общем, нужно вовремя опускать голову. В одном месте я, в общем, как-то прозевал. Не опустил. Ну, потому что много говорю, когда играю. Так, 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 так. Еще один колокол. Так, 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 так. Куда сейчас? Сейчас, по-моему, будет промежуток. Да. Еще один. Еще один. И вниз. Ну, на всякий случай спрячемся в вагонетку. Да, правильно. Так. Здесь, по-моему, будет, ну, вроде как босс. Нужно уворачиваться, насколько я помню, от пикард, который запускает этот засранец противный. Хватит у меня уже палить. Так. Оказывается, здесь еще и тележки ездят, пытаются меня сбить. Вот про это я уже и забыл. Надо слушать звук. Так. Книжечка. Успели. Четыре жизни. Немножко, в общем, мы здесь с вами потратили жизни. Так. Ах ты, засранец. Точнее, засранка-тележка. Еще раз. Блин, прозевал еще раз. Шапка. Блин, и шапку-то не успел. Так. Слышу, еще едет тележка. Прыжок. И опять не успел. Ну, блин, какой я неуклюжий. А этот все строчит из своих этих пикард. Так, жизни. Тележка. И опять я не прыгнул. Да что ж такое-то? Вот сейчас-то я... Не прозевал. Здесь можно, кстати, собрать, насколько я вижу, из жизни. Если не зевать, блин, опять тележка. Ну, слышу же, что она едет и все равно вовремя не прыгает. Так, еще одна тележка. Успел. Здесь, в принципе, разработчики и периодически дают нам жизни. То есть, если пройти вот эти два дурацких уровня, то, в принципе, периодически нам разработчики подкидывают жизни. И умереть, в принципе, не так просто. Так. Ну, когда он уже закончит свою... Блин, опять. Свою стрельбу уже. Фух. Так, еще одна тележка. Блин. И все равно она меня подбила. Ну что, закончил наконец? Блин. Фух. Так, промотаем. Поставим на паузу. И я немножко расскажу вообще о том, как у меня появилась эта игра. Лето 97-го года. Начались только-только, в общем, каникулы летние. Я помню, из-за начала каникул было такое хорошее настроение. Вот, в школу идти не надо. Все три месяца мои. Хочу, не... Хочу, играй. Хочу, не играй. Хочу, гуляй по улице. И вот, по окончанию школьного учебного года, хорошо, я получил свое распоряжение, энную сумму денег на новый картридж. И мы с ребятами, Серегой и Колькой, отправились в прокат, который был рядом с планетарием, чтобы прикупить какую-нибудь игрушку. Там были игры немножко подешевле. Мы приехали, пересматривали, в общем, долго картриджи и взяли тогда Остров Головорезов. Радостные схватили этот картридж в надежде, что игра будет просто офигительная, потому что фильм, ну, по крайней мере, мне очень понравился. И, в общем, когда мы добрались до дому, завалились все ко мне и стали изучать Остров Головорезов. Но реально, поиграв немножко, игра, ну, просто дико не понравилась. И мы на следующий день все вместе... Как тут уйти-то? Ай, вот как его нужно было подлупить. В общем, мы все вместе с ребятами... А, нет, по-моему, Колька с нами не поехал. Мы, по-моему, только с Серегой поехали и обменяли Остров Головорезов на Пиноккио. Мы тогда тоже долго, в общем, приценивались, смотрели, какую бы игрушку взять. И я буквально, наверное, несколько месяцев назад посмотрел Пиноккио. И тут я вижу, в общем, Пиноккио. И, конечно же, я хватаю Пиноккио. Это, в общем, та игрушка по диснейскому мультфильму, в которую я еще не играл. А переиграл я практически вовсю по Диснею на тот момент. Это, в общем, вся классика. Лев Король, Книга Джунглей, Аладдин, Красавица и Чудовище. А вот, кстати, Красавица и Чудовище мне 50 на 50. И понравилась, и не понравилась. Она не настолько крутая, как Аладдин, Книга Джунглей. Это, как говорится, на любителя. Да что ж такое-то, давай. И, в общем, мы схватили этот картридж. Я был, в общем, несказанно рад. Неожиданная находка была. И был рад, что избавился от Острова Головорезов. Потому что жуткая игра. Мы в нее наиграли, ну, от сил, наверное, полчаса. И на больше нас не хватило. Во-первых, какая-то паршивая анимация. Сам первый уровень какой-то неинтересный. Ну, как-нибудь, в общем, поговорим о Острове Головорезов в другой раз. Ну, в общем, взяли мы с Серегой картридж с Пиноккио. Ну, опять же, как всегда, пока ехали домой, представляли, как же будет выглядеть Пиноккио. Это, ну, как минимум, наверное, не хуже Собака, чем другие диснеевские игры. Когда, в общем, приехали домой, опять завалились ко мне, чтобы проверить новую игрушку. И вот в первом уровне мы блуждали. И вот тогда, когда мы вместе сидели с Серегой, так мы его тогда и не прошли. То есть мы висели на первом уровне. И когда Серега ушел, родителей, кстати, не было, они были на работе. И, в общем, когда Серега ушел, я решил еще раз попробовать. Вот я тогда выбрал Изи и проскочил первый уровень за минуту. И прошел второй уровень. Он, в общем, был довольно легкий. И потом, в общем, вот этот третий уровень, где нужно повторять... Ё-моё, повторять движение. И вот тут-то я очень долго сидел. Потом ко мне опять на следующий день пришел Серега. Мы вместе пытались, в общем, как-то пройти... Отпусти, засранец! Пройти это место. Ну, то есть... Ну, ни в какую. Я помню, наверное, только через пару дней прошел это место, когда уже наизусть заучил все движения. И только тогда мне удалось как-то продвинуться вперед. Очень сложное местечко было. И потом вот этот третий уровень с тележками. Я там тоже немножко посидел. Но в итоге, в общем, я его прошел. Ну и вот постепенно, постепенно я проходил уровень за уровнем. И вот поражался тому, что ребята, которые разрабатывали эту игру, не скупились на детали. То есть, как бы, все то, что я видел в мультфильме, очень хорошо воссоздано в игре. И, то есть, вот, например, сейчас мы деремся с боссом. Этот же злодей был и в оригинальном мультфильме. То есть, он один в один полностью в плане анимации. Прямо как будто бы сошел с киноэкрана. Так, загасили, в общем, между делом босса. В общем, этот уровень тоже не составляет пройти труда. То есть, вот самое-самое сложное в этом всем, насколько я помню, вот эти вот первые несколько уровней. Они были для меня лично самыми сложными. Так, сейчас здесь водяной уровень. Вот его, честно, ребята, вообще не помню. Если начало, которое я заучил, чтобы пройти, я, в общем, заучил наизусть, то здесь, честно говоря, ну, помню не всё. Ах ты, краб. Так, для чего я... А, это у нас кислород уровень. Так, давай. Ай-яй-яй, не заметил. Не падай, там пропасть. Ну вот. А нет, не пропасть. Да как же я этих засранцев-то не замечаю? Давай-давай, Пиноккио, Пиноккио. Давай-давай, сейчас нам кобздец настанет. Ну да. Давай. Тут ещё и угорь электрический. Так, жизни взяли, но никак не можем преодолеть вот это местечко. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, взяли. Приклеила нас, в общем, к поверхности вверх ногами и... Давай-давай, Пиноккио. Ну, здесь мы немножко с вами, наверное, посидим. Так, давай-давай. Давай-давай. Ну, давай. Вот, честно говоря, этот уровень не очень. Помню, первый, который заучил, действительно, с ними полегче было. Но сейчас будем, в общем, вспоминать. Ну, давай же уже. Так, нужно... Ты застрял! Давай ещё раз. Давай! И опять не попал. Хей! Так, сильнее нужно ударить. Ну, здесь вот застряли, ребята. Они меня ещё и скидывают, засранцы. Блин! Вот карман меня поймал. А здесь же всё очень просто. Хей, блин! Так, ну, сосредоточились. Ну, не скидывай же, ну. Блин! Хе! Ну, не скидывай же ты меня, не будь такой злой! Так, ну, не скидывай же ты меня, не будь такой злой! Так, ну, на такой мелочи застряли! Прошли хорошо игру и не можем игру, говорю. Те три уровня... Ага! Вот как оно! Так. Ну, сейчас, ребята, выберемся. Мы же не застрянем здесь с вами. Пройдём сегодня игрушку. Блин! Хорошо, хоть здесь кислорода нету никакого. Ну да! Он же деревянный мальчик, но кислород не нужен. Ну вот, сейчас выберемся. Вот так карман, а! Давай уже! Пиноккио! О! Ну всё! Набрали, в общем, раковины и рухнули вниз. Так, давай-давай! Ай-яй-яй! Так. Что ж вы такие злобные-то? Дайте мне уже пройти. Ну, главное, что здесь жизни не кончается. Это самое главное. Так. Злобный уровень какой. Никак не могу его посилить. Ну, сейчас помаленьку мы с вами доберёмся до конца. Так, шапочка. Шапочка! Шапочка! Ну, не кусайся! А нафиг там эта шапка? Ладно, идём дальше. Ну что ж, добрались до конца уровня. И вот опять же, игра следует сюжету мультфильма. Сейчас мы, насколько я помню, будем, по-моему, улепётывать от кита. Или попадём в пасть киту. Да, нужно, в общем, передвигаться и стараться при помощи рыб сбежать от кита. Эти рыбки скоростные, насколько я помню. Так, давай, давай. О, кошак летит! Это он шустрее, чем я. Давай, 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 Пиноккио, давай! Ну, в общем, реально, вот эта игрушка подарила очень много эмоций. Не меньше, чем вся диснеевская классика. Вообще, давай, 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 давай! Ммм... Всё-таки он нас поймал. Так, сейчас, насколько я помню, будем пробираться по внутренностям кита. В принципе, игрушка, не знаю, как кому, но мне в детстве очень нравилась. И, в принципе, вот играю в неё сейчас, и всё выглядит очень приятно. Опять же, анимация, если играть на классическом кинескопном ТВ, очень-очень приятная. То есть, вот, надо отдать должное ребятам, которые занимались анимацией Пиноккио. В общем, всё очень красиво и приятно. Кстати, и саундтрек повторяет оригинальный, который звучит в мультфильме. Ну, и есть свои какие-то такие, в общем, особые саунды, дорожки. Ну, мне нравится, в общем, и в плане анимации, и в плане графики, ну, и в плане геймплея. Не знаю, как кому, кто-то её даже пробовал критиковать. Наверное, самая неудачная игрушка из всей, в общем, плеяды диснеевских игр – это фантазия. Вот действительно, во что невозможно играть, ну, лично мне, так это вот именно фантазию. У меня не хватило терпения пройти даже первый уровень. То есть, фантазия у меня закончилась на первом уровне. Это довольно сложная игрушка, которая, не знаю, требует какого-то, наверное, нечеловеческого скилла игрового, чтобы её пройти. Так, насколько я помню, здесь, по-моему, нужно собирать дрова, чтобы распалить костёр. И чтобы этот засранец, который нас проглотил, нас выплюнул. Так, не помню вообще расположение дров. Вот этих вот, где они находятся, будем искать с вами. Помаленьку собирать их и пытаться выбраться наружу. Так. Сейчас, наверное, куда-нибудь вниз. Найти куда. Так, там жизнь. Опять шапка. Так, взяли шапку. А там... Угу. Никуда мы не попадём. Давайте ещё раз вперёд пройдём, попробуем. Посмотрим, что там будет. Ну, вот, небольшой у нас тут тупик. Застрял я. Хотя нет. Вроде, 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 вроде нашли. Ну, в общем, проходится всё очень-очень-очень приятно. И сейчас. За исключением вот этих два противных уровня. Так, нам нужно как-то Карло попасть. По-моему, мы уже дров собрали достаточно. И теперь нужно искать... Я не помню. А, он может их толкать. Ну, сейчас доберёмся. И, в общем, выберёмся из пасти этого злодея, который нас проглотил. Так. Только нужно найти папу Карло. Так. Не кусайся за пятую точку, парень. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, вот. Накаркал. Сколько у нас? 19 дровишек. Они моргают. Я вот, честно говоря, не помню. Мы уже собрали достаточное количество. Или ещё нужно собрать сколько-то так. Давайте теперь аккуратно, в общем, продвигаться. У нас 7 жизней. Вот. Плохо, что не видно, куда... Ну, вот. Опять. Опять промазали. Так. 7 жизней. Пробуем ещё раз. Так. Разобрались со своим обидчиком. А второй нас достал. Так. Так. Это у нас плод. На котором мы будем, насколько я помню, спасаться. Эй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пиноккио. Что ж ты такой неуклюжий? Вот сейчас мы опять не попадём. Ровно на эти плавающие ящики, бочки. И опять потеряем с тобой очередную жизнь. Так. Засранца одного отлупили. Нет. Попали. Давай сейчас только не падай, пожалуйста. Я вот, честно говоря, не помню, правильно ли мы с вами идём. Так. Ну, надеюсь, правильно. Иначе будет очень обидно. Ну, блин, далеко прыгать. Где этот Папа Карло? Так. Ага. Мы с вами... В общем... Сейчас здесь пожар сделали. Давай. Он сейчас начнёт чихать. А нам не нужно ли... Теперь, наверное, нужно возвращаться обратно вот сюда. Ребята. Или нам ещё... Блин! Или нам ещё куда-то надо. Хорошо, хоть здесь чекпоинты есть. Давайте, наверное, возвращаться... Блин! Ну, не падай. Не падай. Давай. Я вот не помню. Нужно в нескольких местах его запалить? Или достаточно вот этого одного костра? И нам нужно ждать уже на плоту. А где же... Ай, вот! Да, ребят. Всё правильно. Не ошибся. Где-то ещё мышечная память помнит. В общем, сейчас мы выберемся... Да, уже выбрались. Ага. Так. Не спать. Приготовились. Здесь, в общем, нужно уклоняться от камней. И... Что есть мочи... Спасаться. Гребсти. Так. Три жизни у нас. В общем... Так. Садимся. Прыгаем. Садимся. Сейчас опять противные чайки нам будут мешать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Парень! Мы же тебя уже раз поджарили! Давай уже отстань от нас, а! Ну, я же прыгнул! Так нечестно. Так. Две жизни. Надеюсь, континью у нас есть. Иначе будет очень обидно, если мы с вами закончим практически на самом конце. Да что ж ты не прыгаешь? Так. Одна жизнь, ребята. Континью. Так. Континью у нас есть. Ну, пройдём. Четыре жизни. Главное не зевать. И... Вовремя прыгать и садиться. Так. Давай. Догоняет опять засранец. Газу-газу, ребята. Так. Ну, в этот раз перепрыгнули. Садимся. Ещё раз. Так. Хватит нас атаковать, засранцы. А он всё не унимается. Ну, вот реально смотришь на игру, она реально передаёт все моменты, которые были в мультфильме. Блин, это до сих пор смотрится классно. Так. Блин, сколько здесь препятствий. Давай, давай, давай. Блин. Обидно. Ну, давай, давай, Пиноккио. Не подведи. Не подведи, парень. Блин, одно Континью мы с вами уже использовали. И знаете, вот сейчас прохожу игру. Блин, ощущение словно, блин, я снова в детстве. Ты опять начинаешь нервничать. Вот такие моменты, блин, возвращают в детство эти игрушки. Это прям как билет куда-то далеко-далеко в прошлое. Так, так, давай, 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 давай. Главное вовремя прыгать. Блин, сколько же этих камней может на пути быть? Эй, хватит меня сбивать. Давай, 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 давай. Давай, давай. Блин. Давай. И чайки, блин, и камни, все на пути. А этот засранец все не унимается. Да хватит уже, ну. Где-то, может, конец будет. И опять. Давай, прыжок, прыжок. Еще. В принципе, игрушка относительно отзывчива к игроку в плане управления. В принципе, все управляется весьма неплохо. Только нужно, в общем, запомнить тайминги и заранее прыгать, чтобы не попасть в воду. Не свалиться так, блин. Сшибли нас. Как, 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 батьку-то спасти? Ай. Блин. Опять? Может, прыгнуть нужно было к нему? Я уже и забыл, ребят. Опять все. Блин, блин, блин. Я уже начинаю нервничать. Блин, блин, блин. Ну, могли бы где-нибудь там мечпоинт что-ли сделать, чтобы нам снова гряду этих камней не проходить. Давай, газу, газу. Есть такие игры, когда ты играешь в них, довольно сложно что-то рассказывать. То есть, что-то вспомнить, да. Вспомнить есть много что, но вот сама игра, она реально не дает как-то расслабиться, что ли. Вот Пиноккио моментами такая игрушка. Так. Давай вниз, вниз. Сколько мы с вами будем здесь торчать? Так. Еще раз. Батька-то тоже прям перед самыми камнями нагибается. Так. Опять этот засранец. Так. Насколько я помню, по-моему, нужно прыгнуть и спасти старика. Блин. Ну, что ж такое-то? Давайте у нас еще, еще, в общем, есть возможность его спасти. Так. Фу. Ой-ой-ой-ой. Уже игра начинает держать меня в напряжении. Как это я не могу пройти? Запнуться на таком месте. Так. В принципе ничего сложного, но пройти не могу. Парадокс. Ну у нас еще несколько попыток как минимум. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. И опять этот засранец. В который раз мы уже от него сбегаем. Так, 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 давай, давай. Что ж, попробуем прыгнуть сейчас и попробуем спасти батьку. Но точно нужно было прыгнуть, мы бы с первого раза прошли с вами, без большого количества потерь жизни. Ну вот что-то я и забыл про этот момент. Что ж, мы спасли Папу Карло. И сказка заканчивается счастливым концом. Что ж, ребята, вот пройдя игру в очередной раз спустя столько лет, она до сих пор доставляет мне огромную массу положительных эмоций. И вот реально есть такие игрушки, ну, которые можно перепроходить сотню раз. И она, игра, снова для тебя будто бы раскрывается. И тебе приятно ее проходить снова и снова и снова. У меня есть такие игры, про которые я обязательно, наверное, сделаю когда-нибудь ролик. Вот игры навсегда, которые ты запускаешь, буквально проходишь один-два уровня. Не надо ее полностью проходить. Буквально стоит включить эту игрушку. Если у тебя плохое настроение, ты ее запускаешь и просто отвлекаешься вот от тех проблем, которые тебя окружают. И вот есть такие игрушки у меня, которые достаточно просто запустить и пробежаться несколько уровней. И они всегда поднимают мне настроение. Обязательно сделаю про те игры, которые для меня являются таковыми. Огромное спасибо вам, кто досмотрел мое нудное прохождение до конца. Немножко я, в общем, в конце затупил. Но, как видите, в общем, игрушку прошел. Всем еще раз огромное спасибо и до новых встреч. Увидимся. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok